Друзья, у нас для вас есть новость. Мы придумали новую рубрику. Ну как придумали? Просто я столкнулся с тем, что осознал, что некоторые фильмы, которые сейчас идут в кинотеатре, я до сих пор не видел. И вот думаю, что было бы неплохо, если было бы какое-то место, в котором тебе расскажут, какие фильмы сейчас идут в кинотеатре, какие стоит ожидать в ближайшей неделе. И вкратце о них рассказали вообще, что стоит ожидать. Ну и естественно, чтобы мнение человека, рассказывающего мне, немножко совпадало с моим. Ну вот такая тавтология, но судя, думаю, вы поняли. Поэтому мы сегодня придумаем новую рубрику под названием «Что посмотреть в ближайший месяц?». Поехали! В первую очередь обсудим то, что уже сейчас идет в кинотеатрах и на что еще можно успеть сходить. Допустим, если вы в ожидании одного прекрасного фильма, который выйдет в конце этого месяца, не посмотрели еще «Капитан Марвел», то у вас на это есть удивительная, замечательная возможность. Она пока что еще идет в кинотеатрах. По несколько сеансов в день, но еще можно сходить и посмотреть на борьбу Кэрол Денверс против ужасных и... А, вам, наверное, нельзя говорить, это будет спойлер. Ну, в общем, это будет девушка, прекрасная, замечательная, которая играет Бри Ларсон, которая будет ключевой персоной в новом фильме «Мстители». И просто если вы фанат Марвел, то его обязательно нужно посмотреть. Рекомендуем просмотр. Также, если вы вдруг еще не успели сходить в кино на прекрасный, замечательный мультфильм под названием «Как приручить дракона 3», это обязательно нужно сделать, потому что это удивительное, замечательное, эпическое, доброе, нежное и ласковое завершение одного из самого, по моему мнению, прекрасного мультфильма, который, в принципе, был только снят под крылом компании «Дримворкс». В этой истории нам расскажут о том, как же непосредственно викинги с драконами подружились. Потом у них трудности начались. Потом снова какие-то злостные враги напали, и семьи создаются, и все там замечательно будет в хэппи-энде. Поэтому тоже рекомендуем к просмотру. Из того, что уже сейчас начало идти в кинотеатрах. Во-первых, конечно же, самое главное – это «Шазам». Новый фильм от компании DC. Прекрасный, замечательный DC, которого, к сожалению, мало. Не так, как вот этого вот вашего Марвела, который Марвел… К сожалению, DC меньше. «Шазам» рассказывает нам историю о юном мальчике, который получил свою силу от волшебника. И теперь с помощью волшебного слова «Шазам» может превращаться в супергероя. И, естественно, когда подросток превращается в супергероя с великой силой, он не думает о последствиях. Ну и, естественно, пытается как-то этим развлекаться. Но потом приходит доктор Сивана, которого играет замечательный и удивительный Марк Стронг, и показывает, кто здесь на самом деле злодей. Я думаю, что фильм ожидает успех. Не такой, конечно, как у «Аквамена», но, я думаю, миллиард за несколько недель он сможет собрать. История добрая, действительно классная, и рекомендуется к просмотру 100%. Если им хочется детских, добрых и старых историй, то можно, конечно, сходить и на фильм «Дамбо» про замечательного, удивительного слоненка. Но это, наверное, все-таки поностальгировать, потому что юное поколение, возможно, не поймет этот фильм. А может и поймет, поэтому стоит сходить, я думаю. Ну, а из того, что буквально на днях появилась в кинотеатрах, это история по роману Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». Если вы когда-то в своей жизни, например, в юном возрасте, совершили ошибку и прочитали этот роман, то, скорее всего, вы не пойдете на него в кино, потому что это действительно очень и очень страшное произведение. Я надеюсь, что вот здесь вот наш оператор не вставит какие-нибудь страшные моменты этого трейлера, потому что трейлер уже очень сильно интригует. Но если вы хотите себе пощекотать вот это вот все свое внутреннее, то сходить нужно. Но предварительно очень много колы не пейте, потому что это Кинг. Будьте аккуратны. Но из того, что появится буквально вот на днях, это перезапуск линейки «Хеллбой». «Хеллбой», как известно, это серия комиксов, которую уже видела непосредственно себя на экране. Но сейчас пришел перезапуск с замечательным актером Дэвидом Хармором, которого мы знаем по сериалу «Очень странные дела», и удивительной, замечательной, прекрасной женщиной Милой Йовович. Суть сюжета будет крайне проста. Есть «Хеллбой», он со своей командой уничтожает зло. Есть жена колдуна Мерлина, и «Хеллбой» отправляется в Великобританию, чтобы ей помешать и спасти мир. Все красиво. Сам по себе фильм становится более таким комедийным. Я думаю, что даже в сторону Дэдпула немножечко смотрели в этом опросе. Есть комедия, есть кровь, есть кишки. Вот все, что вы любите, в принципе. Поэтому я лично буду идти 100%, скорее всего, даже в первые премьерные дни. Но все это ничто пред тем, что нам предстоит 25 апреля. Уже сейчас открыта возможность приобрести билеты на финальную часть саги про Мстителей. Про Железного Человека, Капитана Америку, Тора, Халка и все те, кого вы любили на протяжении последних 11 лет. Будет все решаться именно здесь. Я думаю, я не буду вам спойлерить вообще, что там будет, потому что половина сюжетных каких-то поворотов и так понятна, но многие люди хотят верить в то, что Железный Человек останется жив, а Капа не убьют. Ну, это такое. Вам, в принципе, судите уже, как там будет. Но, если вы собираетесь идти примерно неделю, я настоятельно рекомендую приобретать билеты именно сейчас, потому что их уже практически не осталось на первую неделю. Поэтому бегом на сайт, быстро приобретаем билеты и смотрим на Мстители. Финал. Если есть хоть один шанс, мы должны им пользоваться для других. На этом у меня все. Я желаю вам прекрасного, замечательного, яркого настроения, хороших выходных и хороших фильмов, да побольше. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok